Приветствую друзья! Не так давно в предыдущих роликах была поднята тема мототехники 2х2. В этом видео, как и обещал, расскажу о мотовездеходах Цивар, родом с Украины. Мотоциклы Цивар это целое семейство разных по назначению, потребительским свойствам и цене мотоциклов. От самых простеньких, складывающихся, до полноприводных, гусеничных или на колесах сверхнизкого давления. Появилась данная техника благодаря целеустремленности троих человек. Григория Гуменова, Бориса Ивасюка и Александра Ивасюка. Проект возник не на голом месте. Григорий Гуменой участвовал в создании полноприводного мотоцикла Baxan 80, на котором команда редакции журнала Moto заехала на Эльбрус. Название Цивар образовано из фамилии общего предка изобретателей, талантливого инженера и механика. Идея родилась в 2003, а первые экземпляры были созданы к 2005. Задумка заключалась в создании не конкретного мотоцикла, а целого семейства. Была решена задача возможности комплектации данной техники существующими серийными двигателями мощностью от 3 до 30 лошадиных сил. Причем в любом конструктивном исполнении. С воздушным, в том числе принудительным охлаждением, жидкостным охлаждением, с правым или левым расположением ведущей звездочки. Все это в зависимости от того, где будет в основном эксплуатироваться мотоцикл. В городской или сельской местности. И при страстии пользоваться. Кроме того, с помощью сравнительно несложных манипуляций, на мотоцикл можно установить как гусеничный движитель, так и колеса низкого давления. Гусеничный вариант может быть как с передней управляемой лыжей, так и полноприводным, то есть двух гусеничном исполнении. По сути, мужики разработали конструктор, манипулируя деталями которого, можно сделать технику под конкретные нужды. Уровень унификации всей линейки мототехники достигает порядка 85%, а в качестве особенностей можно отметить следующее. Двигатель крепится на отдельном подрамнике и с основной рамой образует силовой жесткий контур. Натяжение цепи осуществляется с помощью перемещения самого двигателя. Передняя и задняя вилки взаимозаменяемы с консольным креплением колеса. При этом возможны другие конструктивные решения, в частности для установки гусениц или колес сверхнизкого давления. Передний и задний амортизатор взаимозаменяемы и могут быть разными по конструкции, как своего производства, так и покупные. Забор воздуха и глушитель с выпускной трубой находятся в наивысшей точке мотоцикла. Ведущие звездочки одновременно выполняют функцию тормозных дисков. В гамму техники тернопольчан также входят конструкции 3х3 и техника с боковым прицепом. Из достижений Цивара стоит отметить восхождение на высшую точку Украины. Гора Гаверла. Высота 2061 метр. Пеший подъем на нее без груза и в хорошую погоду не представляет собой сложности и не требует альпинистского снаряжения. Однако на мотоциклах на вершину никто не заезжал. Пробовали? Не смогли. Казалось бы, не такая уж и высока Гаверла, но средний уклон составляет 40%. То есть на каждое 100 метров продольного пути склон уходит вверх на 40 метров. За руль мотовездехода посадили мастера спорта по спортивному туризму Романа Мартынюка. И вершина покорилась 13 октября 2005 года. Восхождение, несмотря на кажущуюся простоту, выдалось весьма трудным. Имеющиеся кадры этому подтверждение. Вот такая интересная техника была создана украинскими энтузиастами. Дальнейшая судьба создателей и мотоциклов мне, увы, неизвестна. Если появится информация, я обязательно о ней сообщу. На этом все. С вами был канал Кроссмота. В следующих видео затрону и историю Баксана, и восхождение его на Эльбрус. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok